Сегодня я специально по вашим запросам решил сделать рубрику ТОП часов до 300 тысяч рублей. Ну и первые часы, которые я решил включить в наш список, будут самыми топовыми в нем. Это Омега, культовый бренд. Как вы знаете, она снималась в фильмах про Джеймса Бонда. Но сейчас я конкретно бы хотел рассказать про модель Омега Симмастер. 300 метров водозащита, это дайверы, но выглядят они максимально круто. Я вам честно говорю, в этом бюджете это будет просто самый топ. Вы можете взять часы почти новые, будут 19, 20, 21 года, слегка БУ с полным комплектом на браслете. В бюджете вот именно 295-300 тысяч рублей. Мне кажется, это вот прям лучшая покупка. Поэтому если у вас такой бюджет, вы думаете, все, гадаете, что лучше взять, то однозначно эти часы. Почему именно Омега топовый выбор? Почему я так считаю? Да потому что, на мой взгляд, здесь просто соответствует отлично цена-качество. Я бы сравнил это, знаете, с автомобильным брендом, там, Вольво. То есть они не претендуют на то, что они, там, супер-лакшери какой-то бренд. Они просто делают качественную машину, она стоит своих денег. Да, сейчас, конечно, вы можете сказать, что цены на машины взлетели. Два раза подорожало, и сейчас уже никакая машина не стоит своих денег. На мой взгляд, это тоже самая ситуация сейчас с Омегой. 300 тысяч они объективно стоят. Дороже бы я, наверное, их не покупал. Если бы искал себе костюмные часы, то, наверное, выбрал бы модель Омега Девиль. Часы можно найти за 150 тысяч рублей, но они будут полностью из золотого корпуса. А для костюмных часов кому-то нравится, кто-то хочет себе именно золотые часы. И это будет достаточно недорогой вход. Можно даже в дополнение к Симастеру, который я советовал вам купить вначале. Мне кажется, эти часы стоит взять как минимум даже по той причине, что их выпускают с 1933 года, и за это время их уже много раз видоизменяли, дорабатывали, усовершенствовали, и сейчас они уже, грубо говоря, находятся в идеальном состоянии. Следующий бренд, который очень популярен у нас в стране, на слуху просто у каждого, это Улис Нордан. Мне кажется, каждый, кто заработал хоть сколько-то денег в 2011-2012 году, купил себе эти часы, потому что, да, они были на пике хайпа, как мне кажется. Реклама была везде, и они их покупали по полной цене. Но я вам рекомендую сейчас, что в бюджете до 300 тысяч рублей за 200-250 вы можете купить эти часы БУ. Это будет просто топовая покупка, потому что они почти уже не теряют в цене, и даже на удивление начали расти, потому что новые модели на них убрали скидку. В связи с этим, естественно, на вторичном рынке часы начали дорожать. Если это Executive Dual Time модель изначально раньше стоила у них бушная порядка 150 тысяч рублей два года назад, то сейчас эта модель стоит уже 200, 230, 250 тысяч. Но часы действительно эффектные, мне они нравятся, и я бы сказал, что за 250 тысяч это будет очень хорошая покупка. Если вам не нравится Executive Dual Time, вы можете рассмотреть Marine Diver. Это более такая дайверская модель, она универсальная, культовая, среди ценителей этого бренда. Здесь уже как вам больше нравится. То есть если вам заходит этот бренд, если вам нравится его философия, то это будет неплохая покупка, и потом вы, в принципе, даже не потеряете при продаже, если вы купите в этом бюджете, как я вам называю сейчас. Ну а на третье место я бы поставил модель от Брайтлинга. Это тоже известный бренд. Модель Heritage. Они на третьем месте находятся у меня не потому, что они хуже Улиса, нет. Они на третьем месте, потому что, ну, просто они на одном находятся уровне, и я бы все-таки за узнаваемость, поэтому поставил Улис чуть выше, а Брайтлинг чуть ниже. Она максимально универсальна, она дайверская, она стильная, у вас безель сделан из керамики, это выглядит сейчас максимально современно, и она есть в классных цветах, это синий, черный, выглядит эффектно. Новые такие часы вы где-то можете взять за 240 тысяч рублей, но я бы вам, наверное, рекомендовал их все-таки рассмотреть в БУ, потому что вы их можете уже купить с полным комплектом за 160-170 тысяч рублей, и вы не потеряете потом в дальнейшем на продаже ваших часов. Брайтлинг на самом деле культовый бренд, потому что он создавал часы для авиаторов, и они неразрывно связаны с авиацией, они создают кучу часов, вы их можете видеть в различных фильмах у пилотов, всегда будет Брайтлинг, если мы не говорим про пилотов времен Америки, когда 70-80-е годы, когда компания Панам была популярной, когда они уже носили Rolex GMT. Еще огромный бонус этой модели, то, что они бывают в двух размерах, это 42 миллиметра и 46 миллиметров, то есть если у вас крупное запястье, то вы спокойно можете взять модель 46 миллиметров, и она будет вам отлично подходить, если у вас там небольшое запястье, у меня среднее, вы можете взять 42 миллиметра, они будут отлично сидеть на вашем запястье, они будут казаться огромными и вычурными. Самое главное, что у Брайтлинга всего лишь будет небольшая переплата, а часто даже они стоят одинаково, что 42, что 46 миллиметра, поэтому я рекомендую вам эту модель, если вы вот располагаете таким бюджетом, точно не пожалеете, классные часы, в крайнем случае вы их потом продадите через время в те же деньги, и это отличная покупка, на мой взгляд. Следующие часы в моем топе, это Mont Blanc Heritage. Классные часы, тоже реально искал себе, классный лососевый цвет циферблата, часы на самом деле очень оригинальные, по той причине, что сейчас лососевый цвет циферблата очень в тренде, и в тренде среди очень дорогих лакшери брендов, таких как Ademar Piguet, Patek Philippe, они ставят этот цвет циферблата на свои сложные модели, то есть на обычных, даже вы не можете встретить. Вдобавок ко всему, они максимально винтажные, то есть это современная модель, но выглядит винтажно по той причине, что это небольшая отсылка к Minerva 40-х-50-х годов, и выглядит это стильно, на мой взгляд, и сам цвет циферблата, ну, крайне необычно сделан. Часы вживую смотрятся сильно дороже, чем они есть. Стоимость их где-то сейчас колеблется в районе 140 тысяч рублей, и я думаю, даже это одни из немногих Mont Blanc, которые интересны с точки зрения инвестиционной составляющей, потому что если вы их купите там в бюджете 120 тысяч рублей бушные, к примеру, там 100-120, я думаю, эти часы будут стоить, в принципе, дороже спустя несколько лет, потому что модель недорогая, но очень сочно выглядящая. Следующий бренд в моем списке это Grand Seiko, там я выделил сразу три модели. Это премиальная линейка бренда Seiko, который многие из вас знают, как недорогого производителя японских часов. Grand Seiko это премиальная линейка, они делают совершенно по-другому свои часы, они уже много лет разрабатывают механизмы, и есть любители, очень много поклонников такого японского минимализма в дизайне, и для них эти часы 100% зайдут, поэтому я их добавил в свой список. Обычный трехстрелочник, эти часы интересные, и купить их можно будет в пределах 200 тысяч рублей, и даже я бы сказал, что иногда можно будет взять в пределах 150 тысяч рублей. Можно рассмотреть модель, если вам нравится, допустим, Rolex Explorer 2, то можно выбрать, есть от Seiko модель, там, правда, будет кварцевый механизм, но они как раз-таки славятся своим кварцевым механизмом, потому что он ходит с точностью 10 секунд в год. Часы будут интересно выглядеть, потому что, как я бы, ну, честно сказал бы, это, на мой взгляд, Explorer на минималках, потому что, во-первых, кварцевый калибр, во-вторых, часы чуть попроще смотрятся, но выглядят все равно очень интересно, и их можно купить в бюджете 200 тысяч рублей, можно найти БУ модели, и это будет достаточно хорошая покупка, если вам нравится такой дизайн. Но, смотрите, эти часы все пока не про инвестиции. Если вы купили их в том бюджете, как я сказал, то это плюс-минус правильная покупка, и, наверное, при дальнейшей продаже вы потеряете всего процентов 10-15 от стоимости, которую вы заплатили. Узкоспециализированный бренд, и не так много людей хотят себе купить эти часы. Ну и последний бренд на сегодня, но не последней по значимости, это Seiko. Не у всех есть бюджет, там, 100, 150, 200 тысяч на покупку часов, но хочется классные, надежные часы в этом бюджете. Я бы выделил здесь дальше это Seiko Alpinist. Это легендарная модель, я вам уже про нее рассказывал в одном из видео. Они будут стоить где-то в районе 60 тысяч рублей, и достаточно востребованы на вторичном рынке. Либо же модель Seiko Prospect Samurai. Она очень интересная, потому что она выглядит, знаете, как такой недорогой сабмаринер. Ну, я бы даже так сказал. Выглядит интересно, по-своему самобытно. Классная модель, имеет диаметр 44 миллиметра, достаточно большая, удобная, дайверская, надежная. Тоже бюджет у нее будет в районе 42 тысяч рублей. На мой взгляд, за эти деньги это будет отличная покупка, как часы на каждый день, для того, чтобы потом в дальнейшем вы уже могли обновить и расширить свою часовую коллекцию, а этими часами, допустим, задать старт чего-то нового, какой-то классной коллекции. Поэтому никогда не надо, знаете, откладывать покупку часов на потом. Вы можете взять сначала какие-то часы попроще, потом их обновить на что-то более дорогое. И так дальше идти постепенно к своим там Rolex, Адемарам, Ришар Милям и так далее, и далее в космос. Ну, а на этом мой топ подошел к концу. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Обязательно пишите ваши комментарии, какая тема вам была бы интересна в следующем видео. Я обязательно каждому из вас лично отвечу. Благодарю вас всех за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видео. И желаю всем отличного дня.